На чемпионате мира 1994 года в США, Мауро Тассотти в четвертьфинале грубо отмахнулся от испанца Луиса Энрике и сломал ему нос. После того случая, Фифа запретила продолжать игру, пока идет кровь, а итальянца отстранили на 8 матчей Мундиале. А кто еще умудрился склопотать длительное отстранение? Гол 24 рассказывает вам о продолжительных дисквалификациях в футболе. А перед началом видео давай проверим твои знания футбола. Сможешь ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Ну что, а теперь поехали! Уругвайский форвард умудрился заработать дисквалификацию прямо во время чемпионата мира. Случилось это в матче третьего тура группового этапа Мундиаля в Бразилии. Суарес в одном из моментов борьбы с Джорджо Киеллини укусил соперника. Это было далеко не первое, но последнее подобное поведение Луиса. До Киеллини укусом подверглись Отман Баккал и Бронислав Иванович. Хотя говорят, что на родине Суарес покусал еще семь человек. FIFA отреагировала быстро и спустя два дня после укуса Джорджо наказала уругвайца на 100 тысяч швейцарских франков, отстранила на 9 матчей сборных и запретила 4 месяца заниматься любой футбольной деятельностью. Хотя затем приговор был смягчен, и Суаресу разрешили тренироваться и играть в товарищеских матчах. Зато футболист усвоил урок. Иногда даже звезды футбола не могут сдержать эмоции и совершают глупые ошибки. Чего точно нельзя сказать про сайт 1xbet. Только профессионалы своего дела с огромным опытом работы. Ссылка в комментариях. Старина Джонс с самого начала своей карьеры снискал репутацию Грубияна и Костолома. Сколько раз он травмировал соперников и получал красные карточки – не сосчитать. Но удивительно то, что самую длительную дисквалификацию он заработал вовсе не на футбольном поле. Полузащитник Уимблдона в ноябре 1992 года был оштрафован на 20 тысяч фунтов, и отстранен на полгода за комментарии, прославляющие насилие в футболе. А все потому, что игрок снялся в короткометражке «Жестокие парни футбола», который поделился мастерством Костоломного искусства. Проще говоря, Винни рассказал, как это круто – ломать соперников. Английская футбольная ассоциация не оценила дар игрока и обвинила его в дискредитации футбола. Ливан Кабиашвили Грузинский легионер никогда не славился мирным характером на поле, что, впрочем, не помешало ему провести лучшие годы своей карьеры в Германии. Так, в 2012 году, выступая за берлинскую герту, не смог сдержать свой пыл в одном из эпизодов и, что есть сил, ударил в лицо судью Вольфганта Штарка. За свой поступок грузину на целый год отлучили от футбола. Позже наказание было смягчено и, в итоге, Кабиашвили был вне поле 7 месяцев. Рио Фердинанд Экс-футболист Манчестер Юнайтед был потрясающим игроком, которого любили все одноклубники и фанаты. Но и он умудрился заработать длительную дисквалификацию. Нет, Рио никого не бил, не играл грубо и не прославлял насилие. Он просто сдал допинг-тест на 36 часов позже. Многие тогда заподозрили игрока в употреблении наркотиков. Но Фердинанд эти заявления проверк и призвал посмотреть все его тесты на протяжении карьеры. В том, что англичанин был чист перед законом, мы не сомневаемся. Однако, защитник был остранен на 8 месяцев и был обязан заплатить 50 тысяч фунтов. Из-за отказа пройти допинг-тест вовремя, Рио пропустил остаток сезона и даже Евро-2004. Карьера Адриана Муту стремительно шла вверх и всем стало понятно, что у этого парня большие перспективы оказаться в топ-клубе. Челси купил румынского форварда, но в стане аристократов Муту так и не раскрылся. У него сразу не наладились отношения с Жозе Мауринья, а затем случился кокаиновый скандал. Допинг-проба показала наличие наркотических средств в крови спортсмена. Румын был отчислен из Челси и дисквалифицирован на 7 месяцев. Более того, синие потребовали компенсации и позже палата по разрешению споров FIFA постановила Муту выплатить компенсацию в размере 17 миллионов евро. Удивительно, как после этого он неплохо выступал в Ювентусе и Фиорентине. Эрик Кантана Когда речь идет о дисквалификации, нельзя не вспомнить Кантана и ту легендарную драку. 25 января 1995 года нападающий Манчестер Юнайтед заработал удаление в матче с Crystal Palace за неспортивное поведение. Кантана пнул ногой прихватившего его за футболку оппонента. Уходя с поля, форвард бросился на сбежавшего по трибуне и оскорблявшего его болельщика соперника. Нанес ему удар ногой в стиле кунг-фу. В итоге француз отсидел две недели и был обязан провести 120 часов исправительных работ. МЮ под нажимом футбольной ассоциации отстранил игрока от футбола на 9 месяцев и отштрафовал на 30 тысяч фунтов. Диего Марадонна О любви аргентинца к запрещенным веществам можно говорить долго. Увы, ничему его жизнь не учит. Так, выступая за Наполи в 1991 году, Диего угодил в неприятную историю, когда проверка на допинг выявила наличие в организме футболиста кокаина. Марадонну дисквалифицировали на 15 месяцев. В 1994 году в теле аргентинского гения нашелся еще один запрещенный препарат – эфедрин. И еще 15 месяцев отдыха. Ну а после очередного положительного теста в 1997-м Марадонна завершил карьеру. Как говорил сам Диего, он мог быть лучшим игроком в истории, если бы не наркотики, но тогда было бы слишком скучно. В прошлом видео мы спросили вас. Этот футболист летом 2018 года написал, что Криштиану Роналду – лучший футболист мира, но этой зимой резко изменил мнение и был высмеян болельщиками и прессой. О ком речь? Ответ. О новичке Барселоны Кевине Принце Баатенге. Кажется, хвалить Месси – обязательная часть программы новых футболистов Барсы. Вопрос. Этот футболист получил 4-месячную дисквалификацию за избиение лежащего на газоне полузащитника Хетафи Хавьера Каскаро. О ком речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.